В Гомеле началось строительство современной школы. Это будет уникальное для области установки адукации. Ее аналогов на территории региона не существует. На плясовку в 96-й микрорайон выехали наши корреспонденты. Три поверхности и четыре корпуса с современными кабинетами, бассейнами, столовыми и зонами от починка. Плюс несколько спортивных плясовок. Правда, представьте себе, это в реальности, пока могут только специалисты. Сейчас на плясовке в 96-й микрорайоне Гомеля идут под рыхтовчай работы. Необходно перокласть инженерные сетки и побудовать подмурок. Пылные проблемы связаны с геологией этой территории, на некоторых участках находятся залежи торфу. В связи с чем пришлось забивать сваи, на яких будет находиться частка школы. Хочу за все под рыхтовчай работы будут завершены в наступном месяце. После чего начнется непосредственно будование установы. Нормативный термин у заведения – 15 месяцев. Але в будовничном тресте номер 14, який з'является генеральным подрядчикам, кажуть об намеры скоротить этот час. Утемлеку за кошт протягнения додатковых сил и организации трехзменной работы. Работы на данном объекте будут производиться как вахтовым методом, так и круглосуточным режимом. Трудиться на данном объекте будут непосредственно представители генерального подрядчика открытого акционерного общества строительный трест номер 14. В зависимости от возникшей производственной необходимости будут привлекаться субподрядные организации. И по традиции будут трудиться бойцы студенческих отрядов Белорусского республиканского союза молодежи, с лидерами которых в настоящее время уже ведутся переговоры по их формированию. Распросовкой проекта школы займался институт «Епрожилмаш». Установа будет самой великой у Гомели. Площа будинка – каля 25 тысяч квадратных метров. Одночасово вучиться тут смогут 845 человек. Утемлеку дети с обмежованными махчимостями. Для их створать безбарьерное сяродзе. 96-й микрорайон смело можно назвать молодым. Как по часу будовництва, так и по взрости же хоров. Зараз им приходится возить детей у школы у иншей районы, что не для всех зручно. Неудобство в том, что мы ходим в школу в другой район. Вот пошли в первый класс. Сейчас район расстроился, жителей много, молодые семьи с детьми. Нам пришлось пойти в Ириненскую гимназию. Но, конечно, если школа построится, будем очень рады. Пойдем сюда, здесь через дорогу, очень удобно. Школа нужна району, потому что школы не хватает. Алексей Мчуров, Ольга Коновалова, Валерия Габанько, Телерадиокомпания «Гомель».